История с зимней Олимпиадой, она ведь совсем не про спорт, а про политику. Вспомните, когда ВАДА только заявил, что команды России не будут участвовать в Олимпиаде, а поедут отдельные, так называемые, незапятнанные спортсмены? Вся пропаганда была уже готова. ВАДА параша, а победа будет наша. Такие комментарии были с самого начала. Если не пустят, то устроим какие-то свои игры доброй воли, и там вместе с какими-то друзьями, хотелось бы понять, собственно говоря, с какими, установим мировые и олимпийские рекорды. А рекорды, они и в Африке рекорды. И назло надменному соседу мы докажем, что не пустив нас, они лишили себя, как праздника, так и настоящих мировых результатов. Были заявления типа, что без России Олимпиады вообще быть не может как таковой. Все было готово для привычного телезомбирования, но... Все испортил Владимир Путин, который вдруг заявил, что препятствовать поездке спортсменов не будут, да и для действий ВАДА был повод. Представьте себе. Это было воистину страшное и разрушительное заявление. Страшное своей неконкретностью, разрушительное тем, что впервые те, кто никогда не принимали самостоятельных решений, оказались без директивы сверху. Заскрипели мозги спортсменов, которые знают лишь то, что повезут, дадут, выступить и привезут. А еще знают несколько слов про победу во имя России. Но это нормально. Спорт и философия несовместимы. Спортсмены обычно думать не умеют. Однако тут нужно было что-то говорить, а главное решать. И, видимо, впервые появились робкие голоса, что ехать надо. Ибо, готовясь несколько лет к установлению рекордов, нужно было выбрать холодильник или телевизор. Говоря бытовым языком, нужно было мгновенно решать, поменяешь ли ты все свои усилия по подготовке к Олимпиаде на светлое имя Путина и жуликов, менявших мочу, либо поедешь и покажешь, чего ты стоишь. И как-то большинство чистых и незамаранных допингом несколько полуиспуганно все же решили, что они важнее пропагандонов, орущих на экране, что своя медаль, если будет она как-то ближе к телу. Конечно, главный спортсмен Чечни Кадыров лишил чеченских спортсменов возможности привести медали, но что не сделаешь во имя звания пехотинец Путина, от которого он уже благоразумно дрейфует к Сечину. Можно ли было раньше это представить? Но бог с ними, со спортсменами. Вот чиновничья братья оказалась в дерьме. Вроде бы нужно было держаться привычной российской оговорки «Вы все врете», но Путин ведь сказал про повод. А что с этим делать? То есть тот же Мутко, вроде он главный виновный и нужно подать в отставку, но с другой стороны он же знает, что Путин своих не бросает? Так что делать? Какой повод? Значит, что-то было? На фоне всеобщего позора Мутко делает выбор, что останется на всех постах. В общем, получилось нервно и непривычно. Вместо однозначной угрозы кого-то бомбить, получился разброд и шатание. Спортсмены думают, ехать или нет, чиновники увольняться или нет, свободомыслие, однако, началось. Кто-то бы не обратил внимания на эти фертеля, а кто-то бы отметил, что Путин сдулся. Но явно то, что эта Олимпиада для Путина по значению явно не сочинская, все больше кажется, что ему вообще все равно. Усталый Путин взойдет на трон, оправить будут другие. Что пока удается, это бомбить Воронеж, конечно. Госканалы, как известно, отказались транслировать Олимпиаду. То есть, если не будет наших, так нечего вам, быдлу, вообще это смотреть. Но теперь наши частично едут. И как же здесь быть? Видимо, будут ждать инструкции, ибо так привычнее. Матвей Гонопольский Матвей Гонопольский Матвей Гонопольский